Некоторые здания символизируют собой целые нации, как вот это. И вот это. И это — оперный театр, который немедленно прославил Австралию. Как и другие здания и достопримечательность, оно очень претенциозно. При его постройке использовались новаторские строительные технологии. У этого невероятного здания есть свои секреты, спрятанные в его инженерной ДНК. Оно бы не существовало, если бы не противогаз времён Первой мировой войны. Клей для искусственных зубов. Хорошо, держусь подальше. Древний египетский деревянный промысел. Обшитый медью корабль. Посмотрите на это. И складывающаяся игрушка. Режь. Инженерные идеи. Сиднейский оперный театр. Даже если вы никогда не были в опере, вы знаете это здание. Сиднейский оперный театр. Очевидно, что в сердце любого великого оперного театра или концертного зала находится сцена и сидение. В них весь смысл. Это можно найти где угодно в мире, но вы совершенно точно не скажете такого же об окружающей эту сцену постройке. Это не какая-нибудь скучная коробка вокруг сцены. Это в действительности одно из самых знаменитых строений в мире. Очертания этого здания настолько знамениты, что нарисуевая их на оборотной стороне конверта, их узнает любой человек в мире. Строительство Сиднейского оперного театра было завершено в 1973 году, и его знаменитый профиль тут же стал символом Австралии. Но его постройка сопровождалась с трудностями. Политические споры привели к большим перерасходам и задержали завершение строительства на 9 лет. Здание просто не встало бы до тех пор, пока конструкторы не преодолели огромные технические трудности, не без помощи складывающиеся игрушки. Но подробнее об этом чуть позже, потому что когда я сказал, что я хочу попасть на крышу здания, они не указали мне на лифт. Многовато страховочного оборудования. Это намек? У меня зарождается такое чувство, что я не совсем понимаю, на что иду. Ты будешь вполне в безопасности. Вполне? Да. Итак, в амуниции, достаточной для восхождения на Эверест, я отправляюсь наверх. Может быть, это дорога к дешевым местам? Мне нравится вечерний выход в театр. Спускаться вниз – это немного странно. Я должен подниматься на 55 метров. Да, в этом вся загвоздка с оперой. Это волшебство. Это потрясающе. Неожиданно. Несмотря на долгие карабканьи внутри, чтобы добраться сюда, ты внезапно ощущаешь, что стоишь на скульптуре. Просто дух захватывает. Кажется нереальным. Абсолютно нереальным. Существует великое множество теорий о том, что же породило форму крыши Сиднейского оперного театра. Паруса? Головные уборы монахи? Броненосец. Возможно, и нет. Но что бы вы ни увидели в этих удивительных формах, мы точно знаем, что архитектор хотел создать волшебное место, в котором можно забыть о повседневной жизни. Само по себе место строительства было необычным. Раньше здесь было трамвайное депо. Датский архитектор Йорн Удзен поставил себе задачу перенести большую часть его расположения прямо на воду в самом центре Сиднея. А вот как все началось в 1956-м. С чернового наброска Удзена на конкурс на постройку нового оперного театра. Согласно одной из версий, победное решение Йорна Удзена с его эффективными формами даже не вошло в шорт-лист конкурса. Его вернул из забракованных проектов один из судей. Но еще один герой этой истории, инженер Оуф Аруб, боялся, что не сможет осуществить победивший проект Удзена. Сложность состояла в большом количестве изогнутых форм, и Удзен не соглашался, чтобы их поддерживали колонны. Сталь была бы очевидным решением. С ней легко работать, и она достаточно прочная, чтобы выдержать сложные формы. Но самое главное, что сталь недорогая. Но Удзен не думал о цене или об упрощении конструкции. Его план был рассчитан на грандиозное волшебное место, большую скульптуру. Это был его проект, и он хотел бетон. А инженеры должны были помочь осуществить это. Аруб предложил сделать каркас из широких бетонных рам, шпангоутов для каждого паруса. Но в масштабах, необходимых в Сиднее, такого еще никто никогда не делал. Самые большие шпангоуты достигали высоты в 55 метров. Они были слишком большими и тяжелыми, чтобы отлить их целиком. В основе решения лежит детская игра. Итак, наша первая идея — марионетка. Вот наше решение. Нет, не жираф, но принцип его действия. Поскольку подобные игрушки сделаны из отдельных частей, в данном случае из деревяшек, скрепленных вместе шнуром, то когда вы нажимаете кнопку снизу, он ослабляет натяжение нити, и вся конструкция рушится. А если снова нажать, то нитка натягивается, и вся конструкция возвращается к своей форме. Именно этот принцип использовали при постройке Сиднейского оперного театра. Ароп решил сделать большие рамы из нескольких частей, которые можно составить вместе, чтобы получить нужную форму, так же, как и в детской складывающейся игрушке. Эта техника известна как натяжение арматуры на бетон. К тому же она укрепляет бетон. Она была изобретена французским инженером в начале 20 века для постройки больших пролётов для мостов. Вернёмся в мастерскую. Эд Кларк, инженер из команды Арупа, показывает мне, как это работает. Строительство в Сиднее велось из готовых бетонных блоков. Здесь у нас есть готовые блоки, не бетонные, а полистироловые. Мы собираемся сложить их и построить из них арку. Хорошо, то есть, по сути, мы здесь будем воссоздавать стройку? Ну да. Какой здесь масштаб? Ты сказал, один к десяти, один к десяти. И всё равно это достаточно большая конструкция. Мы начинаем с постройки двух штабелей из блоков. Натяжение арматуры на бетон будет происходить позже, когда все блоки будут связаны вместе. На самом деле это бетон, мы просто силачи. Вскоре у нас образовались два искривленных штабеля блоков, покоящихся на стальной поддерживающей раме. Теперь нам надо вставить натяжные кабели, своего рода марионеточные нитки для поднятия арки вверх. Это наши кабели? Да, это они. То есть мы просто продеваем их через блоки? Да, просто продеваем. Что-то смахивает на бельевую верёвку. Они её использовали? Нет, не её. Но мы используем тот же принцип. Да, только в меньшем масштабе. Сделано! Я вижу другой конец. Прекрасно. После того, как мы продели кабели, их следует натянуть или напрячь, потому что арку по-прежнему держит стальная рама. Они действительно просто лежат на раме. Когда Эд уверится в том, что все кабели ровно натянуты, мы будем готовы убрать стальную раму. Выглядит неплохо. Верно. Пришло время избавиться от рамы. Своего рода момент истины для тебя. Поскольку ты ведущий инженер, будешь ведущим инженером нашего проекта. Если всё упадёт, я клиент, я буду расстроен. Ты заодно ещё и строитель. Верно, да. Она стоит на земле или на их головах? Стоит на земле. Вроде всё нормально. А почему мы отходим? Я не знаю, я просто иду за тобой. Сработало. Она стоит. Я считаю, что мы создали нечто прекрасное. Эд хочет натянуть наши марионеточные струны ещё сильнее, чтобы увеличить прочность арки. Да, может случиться так, что если мы будем тянуть, то сплющим всю конструкцию, она развалится, да? Да, есть такой риск в случае, если мы слишком сильно натянем, потому что у полистирола есть определённый запас прочности на сжатие. Чем больше мы натягиваем, тем больше сопротивление арки и сгибу. Но если мы перетянем, то полистирол может сломаться. И то же самое с бетоном, да, верно? Наконец, мы готовы проверить нашу натяжную полистироловую арку. Я считаю, что нам надо повесить на неё испытательный груз и посмотреть, что будет. Хорошо. Это 20 килограммов и ещё 20. Вместе это 40. Я слушаю. Немножко скрипит, кажется, всё в порядке. Думаю, мы можем ещё увеличить. Ещё 40? Ещё парочку по 20. Это всего лишь полистирол. Полистирол и пара маленьких проводов на высоте 7 метров в воздухе. Эд уверен, что полистирол может выдержать гораздо больше. Добавлено ещё 70 килограммов. Таким образом, масса общего груза теперь равняется 150 килограммам. И арка по-прежнему прочно стоит. Есть только один способ довести её до предела. 240 килограммов. Это как пол лошади или 4 меня. Мы тут никого не обманываем. Это большой штабель полистироловых блоков, натянутых тем узким проводом, которые мы видели. И он выдерживает около четверти тонны. Это изумительно. Я не могу поверить, что она сохраняет свою форму, не говоря уже о четверти тонны груза. Увиденная техника натяжения в действии помогла мне понять связь с моим маленьким другом, с этим жирафом. Ведь действительно заметно, что это всего лишь набор частей, которые держатся вместе благодаря напряжению троса, проходящего сквозь них. Без напряжения – это просто кучка разрозненных кусочков. Натяни нитку, и они поднимутся. Это навело меня на мысль о ещё одной последней демонстрации. Её суть в том, чтобы узнать, а что будет, если мы уберём натяжение. Мы можем сделать это, можем. Я думаю, нам надо это сделать. Верно, парни, это важная работа во имя эксперимента. Сделайте это по команде «Давай». Кажется, очень важно, чтобы мы сделали всё это одновременно. Да, пожалуй. Это не просто важно, это крайне важно, чтобы мы сделали всё одновременно. Итак, все перерезаем провода ножницами. Я скажу «раз, два, три, режь», и тогда мы делаем это. Хорошо? А потом я предлагаю всем бежать. Все приготовились? Все? Хорошо. Раз, два, три, режь! Теперь в безопасности мы можем сделать вывод, что именно напряжение в кабелях держало всю конструкцию. Напряжение, несомненно, работает. Оперный театр до сих пор стоит, а вот что случилось бы, если бы мы убрали натяжение. Создание большой бетонной марионетки позволило седнейским инженерам построить сложную форму, но оставило их с другой проблемой. Секрет удешевления производства — делать всё по одному и тому же шаблону. Не нужно много уникумов разных форм и размеров, как вот эти. было похоже на то, что у всех сиднейских рам для парусов разный изгиб, и что понадобятся отливки разной формы, а это дорого. А потом Утсен нашёл ответ на вопрос, как ему построить его волшебное пространство. Это не был магический апельсин, внутри которого написан ответ. Это была форма, потому что он чистил апельсин, и его осенило. Каждый из парусов имеет разную форму, но их всех можно сделать из одной кривой. Невероятно, но если вы возьмёте большой апельсин шириной в 150 метров, то сможете построить Сиднейский оперный театр с кусочков его кожуры. Каждый парус — это кусочек кожуры определённого размера. Поскольку это один и тот же апельсин, то все паруса изгибаются одинаково. Так что каждый из отдельных рёбер парусов может быть сделан из одинаковых сегментов, не сильно изогнутых для маленьких рёбер и более изогнутых для больших. Производство можно упростить. Создание крыши началось в 1963 году, но проект уже вызывал ожесточённые дискуссии, поскольку политические противники обвиняли Удзена в огромных тратах. Проекту потребовались самые большие краны в мире, чтобы поднимать бетонные рамы. Самые бесстрашные рабочие манипулировали каждой частью при установке их на нужное место. К сожалению, один рабочий погиб, но за 14 лет строительства, происходившего зачастую без использования страховочного оборудования, это прямо-таки потрясающий результат. Каждое ребро было зафиксировано на толстых стальных канатах, которые выступали в качестве марионеточных нитей. Эти огромные бетонные блоки эквивалент деталям моего маленького игрушечного жирафа. Рёбра были натянуты вертикально, чтобы удержать их от скольжения, и горизонтально, чтобы они не раздвигались. Хотя я пока не нашёл здесь кнопки, которую можно нажать, чтобы ослабить натяжение. Поскольку бетон при сжимании делается прочнее, это позволило создать более тонкие, более изящно выглядящие паруса. Это идеально для проекта Отзена. Натяжные паруса означали, что инженерам не надо было строить мощные колонны внутри, ведь они бы помешали разглядеть на сцене полного певца или певицу. Но даже напрягаемой стали было недостаточно, чтобы всё закрепить на своих местах. При нагревании бетон расширяется и сокращается при охлаждении. Постоянное расширение и сужение может раздвинуть бетонные сегменты, а это плохо для водонепроницаемых швов. Что ещё хуже, это может привести к неровному натяжению каната внутри структуры, что стало бы проблемой для поклонников опера. Малейшее движение частей крыши может быть роковым. Один сдвиг, и всё здание рассыплется, как карточный домик. Поэтому оно должно быть хорошо склеено. Чтобы убедиться, что всё будет стоять на своём месте, инженерам был нужен совершенно особый клей. Им пришлось обратиться к зубным протезам. Эти искусственные зубы были сделаны более чем две тысячи лет назад. Их скрепляет громоздкая металлическая скоба. Хорошего клея для скрепления зубных протезов или оперных театров не было до 1936 года, когда Пьер Кастан создал первый эпоксидный клей, произведя революцию в мире искусственных зубов. Эпоксидный клей Кастана создавал прочные связи, что было идеально для скрепления зубных протезов. Это обрадовало любителей рисок. Но более важно то, что стало возможным построить это здание. Перед революцией, совершённой Кастаном, склеиваемые поверхности должны были быть абсорбирующими, как дерево. В 30-х годах такие самолёты, как бомбардировщики «Москита», можно было собирать на клею, потому что у них была деревянная конструкция. Клей, пропитывав её, образуя прочное соединение. С развитием самолётостроения конструкторы обратились к металлу, который, равно как и бетон в оперном театре, не впитывает клей. Посмотрим на новаторский истребитель «Хорнет» в начале 40-х годов. Чтобы склеить металл в этом самолёте, требовался новый тип клея, который образует прочную связь с молекулами на поверхности. Это семейство новых клеев, которые образуют молекулярные связи, включает в себя эпоксидный клей Кастана. Вернёмся в мою мастерскую, где я задумал провести сложный эксперимент, противопоставляющий клей, изобретённый Кастаном, старому клею. Эксперт по связующим веществам Джон Бишоп вначале помогает мне с эпоксидным клеем. Вообще-то я хочу погонять за роботами по округе, как в фантастическом фильме. Прости, что я должен делать. Нажми на курок и веди стволом вверх и вниз. Выглядит вкусно, как будто торт украшают точно. Я пытаюсь написать своё имя и с днём рождения. После нанесения клея пришло время для небольшого теста. Кстати, Джон, не волнуйся за свою машину, всё будет в порядке. Или он будет соревноваться с тем самым клеем для дерева, использовавшимся в самолётах «Москита». Может ли какой-нибудь из них склеивать бетон или металл? Для начала скажи, это тот клей, который использовался в «Москита»? Да, это он. Эти самолёты делали из дерева. Давай сюда. Сильно надеешься? Нет, совсем нет. Хорошо, это будет под большим вопросом. Поднимай. Поднимай, посмотрим, как это продержится. Ничего не вышло. Я же говорил тебе. Ты говорил, и я тебе не верил, но надо же было попытаться. Да это вообще не работает. По совести говоря, он и не должен использоваться для металла. Что можно понять, посмотрев теперь на это? Клей должен проникать в поверхность. Очевидно, этого не произошло, поэтому он и не работает с металлом. Его можно легко оторвать. Поэтому он не склеивает, и поэтому в металлических самолётах, которыми вы летаете, этот клей не используется. Подобный клей для дерева не сработал бы и в случае с бетоном. Он просто не смог бы склеить вместе паруса оперного театра. Возьмём другой клей, похожий на эпоксидный клей Кастана для зубных протезов. Очевидно, что он настолько сильнее, что будет прочно склеивать металл даже на гораздо меньшей поверхности. Площадь поверхности в четыре раза меньше, да. Клей нанесён, посмотрим. Цепляй машину. Отойдём-ка подальше. Это определённо лучше, даже несмотря на то, что она шатается. Когда машина раскачивается, то нагрузка на соединение существенно увеличивается, и клей выдерживает. Так насколько же силён этот клей? Он выдерживает нагрузку в 600 килограммов на сантиметр квадратный. Это значит, что поверхность этого размера выдержит... Да, такого размера. Выдержит 4, 4 тонны на сдвиг. То есть мы сделали слишком прочные соединения. Да, можно было обойтись меньше, в четыре раза, да. Тот же эпоксидный клей, что прочно закрепляет зубы в протезах, склеивает раму оперного театра вместе и гарантирует, что они не будут скользить относительно друг друга, когда нагревание расширяет, а холод сужает бетон. Скелет был построен. Теперь нужна была красивая кожа. На этой крыше более миллиона плиток. Удзен заказал два типа — матовая и глянцевая, чтобы выложить из них замысловатый узор, а затем прикрепить к тонким крышкам, сделанным из мелкой проволочной сетки, и бетона, которые в свою очередь крепились к бетонным рамам. И крыша Сиднейского оперного театра была закончена. Но в то время как самые бесстрашные рабочие мастили крышу плитами, за кулисами проекта творилась суматоха. Архитектор не увидел завершения постройки своей культовой крыши. После яростного спора о растущей стоимости проекта Удзен оставил работу над ним в 1966 году. Но стройка продолжалась. Инженеры Оува Арупа начали решать следующую задачу. Окна. Удзен хотел, чтобы посетители могли наслаждаться прекрасным расположением здания в самом сердце города, на краю гавани. Но было три проблемы. Размер окон, их форма и тот факт, что при использовании обычного стекла существовал риск убить людей. Проектировщики хотели, чтобы огромные окна пропускали свет внутрь. Но большие листы обычного стекла очень непрочные. Даже незначительные потрясения могут разбить их вдребезги. Никто не хотел, чтобы окна четырехметровой высоты упали на посетителей театра. Чтобы найти ответ, пришлось вернуться к смертельной опасности Второй мировой войны — ядовитому газу. Без противогаза было бы просто невозможно безопасно построить оперный театр Удзена. То же самое изобретение, которое не давало стеклам в противогазе разбиваться и тем самым слепить солдат, пригодилось и при притворении мечты Удзена в жизнь. Чтобы убедиться в том, что обычное стекло не подходит как для противогазов, так и для оперных театров, я решил посетить одного из главных производителей стекла в мире. Эксперт по стеклу Сьюзен Лэмбетт из Сент-Гобейна приготовила для меня большой лист обычного стекла. Это полированное листовое стекло толщиной в 10 миллиметров. Мы ежедневно выпускаем его здесь. И для чего может использоваться такой кусок стекла? Он, как правило, используется для окон и фасадов, иногда для крыши и чего-то, что таких же размеров и толщины. То есть это просто большой кусок обычного стекла, такой, каким он выходит с фабрики. Да, именно так. Это хорошее стекло, которое используется каждый день во всех обычных зданиях мира. А мы собираемся его разбить в смысле испытания. Они важны. Они часть всего теста. Просто положить их вот здесь. Это наши посетители опера. Важное оборудование. Хорошо. Отлично. Иногда я обожаю свою работу. У меня были бы проблемы в нормальной жизни из-за того, что я собираюсь сейчас сделать. Поднимай. Я собираюсь бросить плитку примерно такого же размера, как те, что на крыше оперного театра, с высоты более чем 10 метров. Помните о том, что в действительности оперный театр достигает 50 метров в высоту. Бросаю. Только попади. Все в порядке. Не царапины. Это отличное стекло. Но, конечно, всему есть свой предел. Теперь возьмем кое-что побольше. Я на самом деле не настолько жесток, насколько выгляжу, бросая этот кирпич в наше окно, потому что я провел расчеты, и падение этого кирпича с этой высоты 11,5 метров на стекло эквивалентно падению одной из плиток с самой высокой точки Сиднейского оперного театра на кусок стекла. Видите, как все сложно. Мне просто нужен кирпич. Бросаю. Кирпич. Ой, прости, я разбил твое окно. Пойдем посмотрим. У меня такое чувство, что мне следует сказать, а можно мне мой мяч обратно? Это чудовищно. Кажется, у арбузной аудитории нашего оперного театра все плохо. Да уж, толщина этого стекла. Это было прочное стекло? Это было ужасно. Это стекло идеально подходит для повседневных нужд. Но в Сиднейском оперном театре оно могло бы стать причиной кровавой катастрофы. Есть решения, которые использовали в противогазах Первой мировой войны. Многослойное стекло или триплекс. Самое удивительное, что это то же самое обычное стекло с одним маленьким отличием. Вернемся на фабрику, где стекло рождается в огненном горне, в котором сырье смешивается и запекается. 800 метров спустя длинный лист разрезают на маленькие. Секрет состоит в том, чтобы сделать из этих маленьких листов особый бутерброд. Тонкая пленка пластика, поливинилбутила или ПВБ прокладывается между двух листов стандартного стекла, в результате получается триплекс. И вот эта маленькая тоненькая пленка на самом деле все меняет? Да. И весь этот процесс изготовления стеклянного бутерброда был открыт случайно. Начало 20 века, лаборатория во Франции. Неуклюжий ученый опрокидывает пустую химическую колбу. И она чудесным образом не разбивается. Ее никто не помыл, и сломанная колба сохраняла свою форму из-за почти невидимой пленки липкого нитрата целлюлеза внутри нее. Так родилась идея многослойного стекла. Первая мировая война. Солдатам нужна защита от смертельных газовых атак, и был придуман противогаз. Но, как мы видели, бомбы и шрапнель способны сделать так, что обычное стекло может разбиться и раздавить арбузы. Так впервые был использован триплекс. Но достаточно ли он хорош для окон оперного театра? Давайте проверим это самым простым возможным путем. Начнем с того, что не выдержало предыдущее стекло с кирпича. Помните, что это будет плитка, падающая с высоты 55 метров, высоты самого высокого паруса. Итак, начинаем. Три, два, один. Да он даже не потревожил его, не так ли? Такое ощущение, что я бросаю кирпичи в чьи-то парник, а на нем не царапины, он просто отскочил. Это, конечно, гораздо тяжелее. Более семи килограммов. Я знаю, что шары для боулинга обычно с неба не падают, но вы понимаете ситуацию. Три, два, один. Итак, кирпич, который разрушил один кусок стекла, вообще не нанес никакого урона, он просто соскользнул. А этот шар для боулинга, бросать его туда было немного стыдно, но стекло сработало как надо. И все благодаря этой маленькой мембране, этой маленькой прослойке. Даже несмотря на то, что оно разбилось, оно приклеено к пластику. Так что благодаря триплексу арбузы могут спокойно ходить в оперу. Это утешение для всех нас. Многослойное стекло стало решением некоторых проблем окопных сражений Первой мировой войны. И оно дало ответ сиднейским инженерам. Теперь посетители могут спокойно распивать коктейли, не боясь, что стекло обрушится им на голову. Каркас оперного театра был закончен. Он выглядел хорошо. Теперь инженерам оставалось сделать так, чтобы он хорошо звучал. Бетон — неподходящий материал для концертных залов. Бетонные формы и сам по себе материал совершенно не годятся для зрительных залов. Внутри корпуса театра есть высокие заостренные пустоты, которые поглотят голос даже самого голосистого певца. Кажется, это проблема. Хуже того, бетон очень жесткий. Он отражает звук так же, как зеркало отражает свет. Дизайнерам надо было создать интерьер совсем другой формы и совсем из другого материала. Из чего-то вроде дерева. Его форма должна была быть искривленной, чтобы возвращать звук обратно к слушателям. Но им нужно было особое дерево. Обычное дерево было недостаточно легким или недостаточно прочным, чтобы выполнить работу без больших лесов, удерживающих все на месте. Древняя мумия фараона помогла найти решение. Могила Тутанхамона была обнаружена в 1922 году вместе с чем-то более важным для Сиднейского оперного театра. Среди бесценных египетских артефактов были найдены уникальные деревянные ларцы. Несмотря на плодородие, которое обеспечивал могучий Нил, качественная древесина была в дефиците. Чтобы обойти это, древние египетские плотники занимались подделками. Ларцы Тутанхамона были сделаны из плохой древесины, облицованы шпонами из редких пород. Другими словами, это была клееная фанера. Это может показаться удивительным, потому что, честно говоря, фанера кажется повседневным материалом. Но она может быть использована для мебели, такой, как этот стул, к которому мы все привыкли. Очевидно, что у Кристин Киллер получилось лучше сделать его. Удзен считал, что клееная фанера годится на нечто большее, чем просто для мебели. Он думал, что в больших масштабах она поможет создать отличный интерьер для оперного театра. Ключ к созданию сложных форм внутри концертного зала лежал в том, как устроена клееная фанера. Дерево гораздо прочнее поперек, чем вдоль. Вот почему его легко расщепить, оно так растет. Секрет прочности клееной фанеры в том, что разные слои дерева склеиваются поочередно с разным направлением волокон. И в результате фанера полученной толщины гораздо прочнее, чем просто дерево такой же толщины. Для одной и той же работы нужно меньше материала. Это легче по весу. Фокус с фанерой в том, что она выглядит обычно, но в ней таятся скрытые силы. Давайте посмотрим. Я собираюсь сделать что-то легкое и прочное. Я буду думать, как египтянин, и постараюсь сделать это элегантно. Фанера! Этот мост был построен целиком из нее, путем накладывания разных многослойных листов для придания ему этого изящного изгиба. Но помимо того, что из фанеры можно создавать красивые формы, она еще и удивительно прочная. Неплохо. Но я еще не закончил с этим мостом. Этот мопед весит 50 килограммов. Я еще 69. Ну, 70. 71. Дерево прогибается, но легко принимает прежнюю форму. Эти древние египтяне кое-что соображали. Интерьер оперного театра как отдельное здание внутри бетонной оболочки. на крыше есть места, где можно обнаружить себя между двумя постройками. Рабочие сцены называют это помещение бомбоотсеком, а там, далеко внизу, зрительный зал. И это значит, что я нахожусь между фанерным потолком зрительного зала снизу и бетонной оболочкой сверху. Фанера подошла для интерьера, потому что она лучше для звука, чем бетон. А благодаря ее легкости и прочности из нее легко было построить отдельную оболочку внутри бетонной. Но самое лучшее, и это знали слуги Тутанхамона, ей можно придавать изгиб. Правильный изгиб значит, что он отражает звук обратно вниз, так что публика может услышать то, за что она заплатила. Вот как строился этот оперный театр внутри и снаружи. Остался только один момент. Да, это прекрасная скульптура в зрелищном исполнении. Это место, где посетители могут уйти от реальности. Но как убедиться в том, что им комфортно, когда они это делают? Ответ лежит под водой. В любой вечер оперный театр может принимать в гостях не только оперу, но и балет, театральную постановку и любой музыкальный концерт. Театр оживают каждое утро, когда техники начинают готовить сцены к шоу, проверяя звук и освещение. Но для безупречного представления необходимо кое-что еще. Теплый летний вечер в Сиднейском порту. Люди месяцами могут ждать билетов. И это должно стать прекрасным выходом в свет. Вы заходите в это необычное здание. Волнение в воздухе почти осязаемо. Вы весь в ожидании. Вы занимаете место. И тут, вне зависимости от того, насколько хорошо выступление, при отсутствии правильной системы кондиционирования вы почувствуете себя несчастным. Помещение, наполненное тысячами людей, очень быстро прогревается. Эти очертания выглядели бы совсем иначе с трубой или с вентилятором, или с охладительными колоннами, торчащими сверху, всеми обычно необходимыми признаками большой системы кондиционирования. Поэтому требовалось другое решение. Ответ был найден благодаря кораблям с медной обшивкой. Всем системам кондиционирования воздуха требуется избавляться от лишнего тепла. Если оно не может идти вверх по трубе, то куда оно идет? Технический менеджер Боб Моффат берет меня под оперный театр, чтобы показать, где они нашли неиссякаемый источник удаления тепла из театра. Это вода из Сиднейской гавани. Это морская вода? Действительно. То есть с нее все начинается, не так ли? Что мы ищем? Верно, с нее все начинается. Вон там внизу есть водозаборный туннель около метра в высоту. Здесь вода попадает в здание, и здесь начинается процесс кондиционирования. Я хочу понять, как вода может охлаждать театр. Боб берет меня на экскурсию по внутренностям оперного театра. Итак, морская вода, которую мы видели, поступает сюда. Так. И что происходит потом? Она поступает сюда в емкости, и здесь у нас есть контуры с морской водой и пресной водой, независимые друг от друга. Внутри больших сосудов есть два набора трубок, по которым текут пресная вода и морская вода, в полностью разделенных контурах. Тепло от системы кондиционирования выносится посредством пресной воды и передается более холодной морской воде. Они никогда не смешиваются. Морская вода проходит с этой стороны. Охлаждает пресную воду, которая находится в сосуде, и выходит в океан с другой стороны. То есть морская вода здесь долго не задерживается? Да. Заходит, охлаждает и выходит. Да, очень быстро. Но за время своего короткого пребывания морская вода может нанести ужасный ущерб дорогой системе труб в оперном театре. Они очень подвержены коррозии, что приводит нас к кораблям. В 19 веке, чтобы защитить деревянные корабли от точащих дерево-паразитов, английские моряки покрывали корпуса медью. Когда они добавили медь, то обнаружили, что железные гвозди, удерживающие лодку, ржавеют. Удивительно, но все дело в электричестве, объясняет эксперт по коррозии Робин Окли. Вот кусок меди и кусок цинка, два разных металла. Если мы сложим их вместе сухими, то между ними не будет течь электричество. Но если я помещу между ними немного соленой воды... То есть просто соленая вода из этой чашки? Просто соленая вода, которая пропитала этот кусок промокательной бумаги. Мы все соединим. Теперь морская вода зажата между двумя металлами. Да. Я покажу вам. У нас течет ток. И все это благодаря соленой воде, потому что она прекрасно проводит электричество. Соединив два металла с соленой водой, мы получили примитивную батарейку. Плохие новости для кораблей и оперных театров. Они также производят коррозию. Я покажу, что некоторые металлы склонны к коррозии, тогда как другие ей противостоят. Самый устойчивый металл — это золото. Но он вообще не подвергается коррозии. Поэтому золото называется благородным металлом. А металлы, которые менее благородны, активны и склонны к коррозии. То есть медь вполне благородна. Я заметил, что ты не принес лист золота. Не принес, думаю, нам не позволяет бюджет. Да, это может быть достаточно сложно. Хорошо. Медь вполне благородна. А это более активный металл. У нас тут окрашенная стальная пластина, она нам подходит. Я вижу, ты нарисовал наш оперный театр. И как это работает? Электрический ток, вырабатываемый двумя металлами, собирается в непокрытых краскометаллических частях. Так что, если какому-то эффекту суждено быть, мы сейчас получим его здесь, а не здесь. Следующий шаг, как правило, занимает годы. Но мы тут все занятые люди, поэтому ускорим процесс в тысячи раз при помощи автомобильного аккумулятора. Мы ускорили естественный процесс. Сделаем его быстрее и сильнее. Это немного опасно? Нет, напряжение относительно низко. Относительно хорошо. Относительно. К тому же, ты это делаешь? Да, я. Посмотрите на это. Почему это? Почему так происходит? Медная пластинка не коррадирует. Это не коррозия. Коррозия происходит вот здесь, а это газ. Мы просто разделяем воду, и она выделяет газообразный водород, и это всегда зрелищно. Сутки активного бурления, и у нас результат трехлетней работы болота. Вот так теперь надо понять, что случилось. Очевидно, что все, что сверху, это ржавчина. Сталь подверглась коррозии. Выглядит ужасно. А теперь посмотрим, какие в действительности разрушения принесла пластине эта ускоренная коррозия. Стальной пластине? Посмотрите насквозь. Да, коррозия вырезала Сиднейский оперный театр из этой пластины. Да еще как вырезала. Это пример того, как разные металлы, находящиеся в проводящей жидкости, такой как соленая вода, образуют электричество. И каким разрушительным оно может для них быть. Сталь разъела насквозь, потому что она легче вступает в реакцию и менее благородная. Поэтому надо защитить сталь еще менее благородным металлом, которым приходится пожертвовать. У нас есть другая емкость, которая тоже бурлила сутки с теми же медью и сталью. Разница только в том, что в ней был цинк. Здесь мы сделали то же самое, но вдобавок соединили этот цинковый блок с остальной панелью. То есть ты добавил сюда третий металл. Давай посмотрим, что произошло с остальной пластиной. Итак, отсоединяем ее. Ее не разъело, с ней вообще ничего не случилось? Да, с ней все в порядке. Она лишь покрылась тонким слоем патины. И все из-за цинкового блока? Да. Как это работает? Цинк предпочтительнее для коррозии. Мы жертвуем им в пользу стали. На самом деле это не первоначальный цинковый блок. Тот уже растворился, нам пришлось его заменить. То есть система начинает работать тогда, когда вы вносите туда цинк. А он подвержен коррозии больше, остальных принимает удар на себя. Чтобы предотвратить коррозию железных гвоздей в покрытых медью кораблях, они защищали их менее благородными металлами. Сэр Хэмфри Дэви применил цинк к корпусу корабля. Он растворялся и обновлялся по мере необходимости. А в Сиднее они защищают стальные трубки от соленой воды, добавляя в контур с соленой водой заменяемый жертвенный цинк. Это цинковый блок, который мы используем, чтобы контролировать коррозию. Вот что он защищает? Да. То есть это разъедается соленой водой? Сколько из этого будет разъедено? Полностью, кроме маленького стального крепления. И за сколько времени это произойдет? За 12 месяцев это все исчезнет. Исчезнет полностью, и это защищает все в округе? Миллиарды литров воды прошло через оперный театр за 35 лет его работы. Но его система кондиционирования до сих пор не подвержена коррозии. Любители оперы могут купаться в музыке, а не в своем собственном поту, благодаря кусочкам цинка на корабле с медной обшивкой. И что самое главное, волшебное место Удзена сохраняет свой особенный силуэт. Парусалия — это головные уборы монахинь или морские раковины, это прекрасное здание соединяет Сиднее с его восхитительной гаванью. Йорн Удзен дал Австралии дизайн нового оперного театра. Но без Оуа Арупа и его инженеров по строительным конструкциям мы остались бы без одного из самых заметных в мире примеров современной архитектуры. Без символа Австралии. А Удзен и Аруп не сделали бы этого без складывающейся игрушки, неуклюжего ученого, искусственных зубов, ларца фараона и обшитого медью корабля. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Табелевич. Редактор субтитров А.Семкин